Ребятки, если вы хотите получить новенький айфон, деньги, много конфет или игровой компьютер, то прямо сейчас успейте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик за 3 секунды. Начинаю отчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Ставь лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Последняя цифра лайка – это и есть ваш приз. Кто успел, тот умничка. Желаю приятного просмотра. Ну как же так получилось, мама? Ну почему? Ну почему именно ты? Эх, ладно, все, мама, надо тебя вот так вот заставить земелькой. Прощай, прощай, мама. И твои любимые красные розы сейчас я везде посажу. Вот так вот как-нибудь. Вместо вот этих кустиков вот так, чтобы ты радовалась. Вот так вот. И сюда еще немножко. Все, я пошел. Ребята, всем привет, с вами я, Коля. И, короче, случилось сегодня несчастье. Вчера, короче, мама, как раз таки, мы отмечали праздник в деревне, а потом пошли в потемках домой. Но мама споткнулась и головой ударилась о плитку. В общем, не знаю, врачи сказали, что все, только вот такой вот вариант событий. В общем, я не знаю, ребята, как быть, что делать. Пойду все это бабке расскажу. Интересно, она вообще в курсе, нет об этой ситуации. Так, бабка. Бабка. О, бабка, привет. Здоровченко, чего приперся? А ты знаешь, что с моей мамой случилось? Сейчас случилось. Ну, ехала, наверное, домой, славяде, господи. Хоть кто-то уехал. Нет, мы вчера отмечали праздник в деревне, и мама вечером пошла домой и упала. А бабку не позвали? Ну, потому что это какой-то житель отмечал. А, Петрович отмечал. Ну, в общем, мама пошла домой, и в итоге упала головой о плитку. Врачи сказали, что все. Сейчас вот похоронил. О, все, какую реанимацию увезли? Похоронил я сейчас ее. Чего? Чего? Представляешь? Ты что такой болтаешь-то? Вот так вот. Я не знаю, что мне теперь делать. Что такое, я тебе спрашиваю, болтаешь, я тебе говорю. Не знаю, что мне теперь делать. Ты сейчас если бабку решил разыграть, то все. Да нет, бабку, в смысле? Вон там могила, потом можешь сама сходить посмотреть. Там розочки ее любимую посадил. Ты что сейчас, серьезно? Бабка, блин, кто таким вещами шутит? Бабка, блин, как это так-то? Подожди, а как это так-то? Ты, 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 ты. Да ладно, давай присаживайся, будем пить кофе там это. Ё-моё, ужас-то какой. Одной чашкой кофе тут не отделаешься. Я даже не думала, что такое бывает. Вот бывает. Ужас, конечно, ужас. Это вообще... Ужас какой-то, понимаешь, да? Ты меня просто удивил, если честно. Ты меня даже, это, немножко сказать, это, шокировал. Бабушка, аж за это стало. Давай, давай чай пить. Ой! Так, хулиган. Чего? Хулиган. Ты что, меня решил надурить? В смысле? Я тебя спрашиваю, ты меня надурить решил или что? В смысле надурить? Бабушка, я что-то подъехал. Почему, а где твоя мама стоит? Бабушка, это привидение, это привидение, это привидение. Бабка, бабка. Какое привидение? Бабка, беги, беги скорее, бабка, беги. Эй, бабушка, Коля. Ломай двери, бабка, закрывай, закрывай. Ты что, всем что ли? Бабка, это привидение, бабка. Я сказал, что я похоронил. Да я тебе честно. Ты что, у нас дверь, вы что, я почему зайти не могу? Бабка, я тебе говорю, бабка, я тебе говорю, это привидение. Я тебе никогда не врал. Ты что, она встала в поле с махилы? Да я тебе точно говорю, я же заклопала. Ну и что, ну вы где? Вы не хотите мне ничего объяснить? Бабка, давай в другую комнату. Вот слышишь, слышишь? Оперный балет, это что такое бывает, что ли? Я что-то вообще не помню. Иди сюда, не стой там, иди сюда, не туда, бабка. Не надо с привидением разговаривать. Я хочу посмотреть на это привидение. Зачем ты на него смотришь? Я вообще-то не привидение, вы меня пустите домой. Ладно, подожди, я тоже убегаю. Бабка, бабка, стой, 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 слушай, знаешь что? Чувак, чувак? Надо, надо, знаешь что подумать. Пустите меня, ладно, пойду, пойду. Бабка, закрывай эту дверь, закрывай им, закрывай. Скорее закрывай все двери и окна, все, закрывай, чтобы она нас вообще не видела. А вдруг привидение кусачее? Бабка, бабка, слушай, бабка, знаешь что надо? Пустите! Бабка, не открывай эту кухню, только она на кухню прорвется. Слушай, надо как-то понять точно привидение это или нет. Как можно проверить, что это привидение или нет? Так, если вы сейчас меня не запустите, я сломаю весь ваш дом, и вы мне все равно выслушайте или мне объясните, понятно вам? Слышишь, бабка, слышишь, да? Что говорит? Да. Может, пустим ее все-таки, а? А зачем? Ну, я не знаю, но привидение, если то она же ничего не сделает, просто сквозь нас пройдет и все. Давай, хорошо. Ладно, ладно, пускаем, пускаем, заходи в основные ворота. Наконец-то, наконец-то, ужас-то какой. Давай я встану, бабка. Что тебе позволяет вообще? Ты посмотри, пройдет сквозь меня или не пройдет. Я стою, жду. Так, жду. Слушай, что я придумала? Я придумала, скажи ей, чтобы она сквозь стену прошла. Вот, точно. Ну и проходи, проходи. Проходи? Бабка сквозь меня прошла, бабка, бабка. Да ты че, я тебе говорю, ладно, сквозь тебя, ты попробуй сквозь стену. Так, что? А пройди сквозь эту дверь. Прошла, бабка видела. Куда прошла? Чего прошла? Я вообще не понимаю. Куда прошла? Да не... Да что вы... Пройди сквозь дверь. Да в смысле? Как я тебе пройду сквозь дверь? Я тебе что, невидимка что ли? Коля? Бабка. Бабка, вы что, с ума сошли? Я ничего не поняла. Если честно, ты же, по-моему, в могиле должна лежать. Да-да. Я вас и собираюсь спрашивать, какого фига я там делала? Ну, мы тебя закопали. Вот. В смысле закопали? Ты что, Коля? Ты нормально вообще собственную мать похоронить? Да, мама, ты понимаешь, вчера помнишь праздник у Петровича был? Помню, и что? Мы отмечали. На отмечались. И что? Потом ты пошла домой. Ночью ты у нас бабка на освещение деревни денег так и не выделила. Так ты давай помолчи мне тут еще, а? Ты споткнулась в потемках, ударилась головой о площадку и все. О плитку. Вызвали врачей. Врачи сказали, о, все, они жилец. Закапывайте. В смысле, врачи сказали? Они что, у вас бестолковые, что ли? Как не жилец, если я жилец? Бабка нанимала. Я стою перед вами. Бабка нанимала врачей. В смысле не мама? В смысле не мама? Я что-то не поняла. А кто она тогда? Кто не мама? Мама. Вы что, издеваетесь надо мной? Я не поняла. Ма. Вы что, все сговорились тут, я что ли не поняла? Какая могила? Вы что себе позволяете вообще? Еще раз, Коля, я такое увижу от тебя. Ма. Я просто возьму ремень, скажу папе, и он тебя просто надерет на задницу. Теперь денег на освещение дашь? Да-да-да, ты там весь вообще хоть при свете живите. А, хорошо, все. Ма, короче, пошли. Чего? Как же я рад, как же я рад, блин. Капец, я уже думал, всю жизнь обрывалась. Ну что ты жива, что так получилось, пошли освещать. Конечно, жива какая я еще должна быть. Ты что, совсем что ли, ненормальная? Зачем вы меня похоронили, я не понимаю. Да я тебе говорю. Я даже проснулась в этой могиле, было так страшно, что я чуть с ума не смогу. А нам, думаешь, страшно не было? А ты знаешь что, а давай жителей разыграем. Сейчас придем. А мысли жителей разыграем. Сейчас придем, а ты с какого-нибудь жителей подойди и поздоровайся. Блин, ты там все деревни собралась, пошли. Кошмар. Просто сначала без меня приди с ним и поздоровайся, напугай их немножко. Ужас, ужас. Давай, давай, ма. Я даже вообще до сих пор не верю, что собственный сын меня похоронил. Все, ма, давай, давай, давай. Кошмар, просто кошмар. Так, ребята, сейчас посмотрим, как она придет кому-нибудь здороваться. Здравствуйте, жители. О-о-о-о, привидение, привидение, бежим. Да не привидение. Ладно, ладно, жители, стойте. Помогите. Да, жители, успокойтесь, понимаете, ошибка вышла. Оказывается, врачи наврали, врачей этих надо уволить, сказать, бабки. Вот, и бабка выделила деньги на освещение теперь. Давай, бежим домой, давай, Петрович, беги быстрее домой, заходи. Да я говорю, что нет никакого привидения. Да не привидение я, успокойтесь. Она сквозь меня прошла, сквозь меня прошла. Да успокойся ты, Михалыч. Да ни привидение сквозь кого я не умею ходить, ни сквозь чего. Михалыч, успокойся, я же точно, ну я-то, я-то со мной все нормально, вы же знаете. Это что, шуточки, что ли? Да какие шуточки? В общем, так получилось такое вот счастливое спасение, в общем. Так что все у нас. Так, короче, у меня заболела голова, я пойду полежу. Все, иди, я сейчас тут немножечко доосвещаю. Просто невыносимый день, невыносимый день, невыносимый день. Все, все, успокойся, моя. Блин, ребята, короче, представляете, как это все получилось. Я-то думаю, что вот так вот все, на этом можно считать конец истории. Но на самом-то деле, видите, все как хорошо закончилось. Оказывается, врачи иногда ошибаются. Блин, это, конечно же, очень страшно, очень ужасно. Но главное, чтобы все закончилось хорошо. А теперь я вот сейчас пойду продублирую жителям побольше, побольше света, чтобы вот эти вот особенно переходы никогда, никогда не оставались, ребята, темными. Тем более, пока уже бабка согласилась. Вот так вот, ребята, в общем, везде, везде, везде кучу, кучу. Надо везде света поставить, чтобы больше таких даже, даже в теории таких ситуаций произойти не могло. Я, конечно, понимаю, что всякое может быть, что одно, второе, третье, десятое, что, блин, все-таки ночью можно там еще где-нибудь упасть, споткнуться. Или вообще просто случайно идти, даже все видно, да, но ты где-нибудь споткнулся. Поэтому мы сейчас везде, ребята, будем здесь устанавливать всякие ступенечки и так далее. С жителями, в общем, будем проводить всякие ремонтные работы. Но вы обязательно, обязательно, ребята, нажимайте на видео, которое видите на своих экранах. И подписывайтесь, конечно же, на канал. Все, всем удачки, всем пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok